В Чуйской области на баланс государства передан образовательный комплекс, построенный спонсорами. В селе Токбай, Кызылтуйского и Лукмэтусу Клугского районов состоялось мероприятие по передаче комплекса на баланс Министерства образования и науки. В 2018 году благотворительный фонд «Ас-Салам» за счет спонсоров из Кувейта построил образовательный комплекс в селе Токбай. Изначально предполагалось, что здесь будут обучаться дети-сироты, но в течение двух лет комплекс не удавалось передать государству в силу разных бюрократических причин. Несколько дней назад директор фонда «Ас-Салам» Нурмухамед Минбаев обратился к исполняющему обязанности президента премьер-министру Садыру Джапарову с данной проблемой и вопрос был им разрешен. Пресс-секретарь премьер-министра Достан Дюши Кеев от имени Садыра Джапарова выразил благодарность Нурмухамеду Минбаеву. В селе Токбай, Кызылтуйского и Лукмату проживает более 300 жителей. Одна из главных проблем населенного пункта – отсутствие школы, в которой могли бы обучаться дети как младшего, так и старшего возраста. «Сейчас в местном учебном заведении учатся дети начальной школы. В каждом классе примерно по 10 учеников. Поэтому первый класс сидит в одном кабинете со вторым классом, а третий – с четвертым. Ученики старшей школы учатся в соседних селах. Добираться туда тяжело, особенно в зимнее время». Два года назад в селе завершилось строительство школы-интерната, которое профинансировал благотворительный фонд «Ас-Салам». Местные власти выделили под это учебное учреждение один гектар земли. Был построен современный комплекс, рассчитанный на 250 ученических мест. «В этой школе помимо учебных и компьютерных классов есть столярные и швейные цеха, общежития и ФАП, чтобы следить за здоровьем учеников. Для Соколукского района это крупный учебный комплекс, но чтобы школа-интернат начала работать, ее необходимо перевести на баланс государства». Но это оказалось не такой простой задачей. На протяжении двух лет благотворительный фонд совместно с местными властями пытается решить проблему передачи здания ФУГИ. Мешают бюрократические проволочки. «Сюда накануне приехал Садыр Нургодёевич. Я сказала ему о том, что мы никак не можем передать учебное заведение на баланс государства. Поэтому вот уже два года учебный комплекс не работает. Мы вложили в строительство 160 миллионов сомов. Мы очень рады, что глава правительства дал задание оперативно решить этот вопрос». Таким образом, в ближайшее время проблема передачи школы-интерната на баланс фонда госимущества обещает быть разрешенной. Соответствующее поручение получили ответственные госорганы от исполняющего обязанности президента, премьер-министра страны. «С этими вопросами, с доверием обратились к Садыру Нургодёевичу, чтобы решить этот вопрос. Садыр Нургодёевич дал указание, чтобы это образовательное учреждение нужно передать за короткое время, в течение трёх дней без бюрократических моментов». «Международная благотворительная организация «Ас-Салам» готова передать этот комплекс полностью на баланс государства. В течение двух лет они уже были готовы, но из-за бюрократических проволочек этот вопрос почему-то не решался. Сегодня по поручению правительства сюда выехала целая комиссия. Мы провели осмотр, и фонд госимущества готов принять этот комплекс на баланс государства, чтобы далее передать в оперативное управление на баланс Министерства образования, чтобы они пользовались по своему целевому назначению по профилю». Поскольку школа-интернат оснащена современной техникой и может обучать своих учеников отдельным профессиям, в Министерстве образования и науки планируют, что после её передачи на баланс фуги, перепрофилировать школу в профессиональное техническое училище.